Всем доброе утро! Кто слушает сейчас онлайн или кто смотрит в записи, то любое время суток приветствуется. Сейчас мы будем делать короткую очень медитацию. Она будет не совсем 10 минут, а чуть-чуть поменьше. И прежде чем мы начнём, я хотела бы вам напомнить о том, что медитация очень хорошо влияет и на состояние в короткосрочной перспективе, и в долгосрочной перспективе немножко меняет ваш способ мыслить. Дело в том, что в течение жизни, в течение того, как мы ходим в школу, как мы общаемся людьми, занимаясь какими-то рутинными делами, мы привыкаем думать и принимать решения определённым образом. Но этот образ не единственный и необязательный. То есть то, как мы думаем, то, как мы живём, это не совсем то, кто мы есть, а очень во многом сконструировано нашей культурой и нашим воспитанием. И вот представьте себе, что вы 20, 30, 40 более лет привыкли, что думать и распределять своё внимание нужно каким-то одним образом. Но на самом деле это совершенно необязательно. И что есть несколько, не один способ того, как можно смотреть на жизнь по-другому. Если бы у нас была несколько иная культура, и по другой системе выстраивалось бы образование, воспитание, и мы с малых лет учились несколько иначе воспринимать и принимать решения, то наше внутреннее состояние было бы иным. Но ирония в том, что мы не можем никаким образом это сравнить с состоянием другим человеком, потому что это что-то вроде нашей давности, и достаточно сложно описать многие вещи словами. Но это становится заметно, если вы посвятите долгое время практике, упражнениям, тренировкам своего внимания и сможете сравнить своё состояние изнутри, сравнивая с тем, как вы себя чувствовали в прошлом. Те люди, которые практикуют медитацию, отмечают, что они становятся гораздо спокойнее, и события не выбивают их из колеи. Или, по крайней мере, гораздо большие события тревожные нужны для того, чтобы повлиять на состояние как-то негативно. Это повсеместные эффекты, о которых пишут книги, у которых есть обоснования физиологические, нейрофизиологические. Так что это имеет смысл делать не ради каких-то очень высоких материй, хотя это тоже важно и интересно, а ради того, чтобы просто уметь чувствовать себя лучше в этом мире, где так много непостоянства, где мы так мало можем контролировать, и где наша эволюция, наше развитие цифровое, увеличивается по своим скоростям и объемам. Итак, сейчас, когда вокруг нас очень много того, что борется за ваше внимание, реклама, интернет, социальные сети, есть большой смысл уметь им управлять. Сейчас я предлагаю вам сделать практику, которую, освоив, вы сможете поддерживать в течение любого занятия. Конечно, социальные сети — это наибольший вызов в наше время, но и это тоже возможно. Итак, садимся, пожалуйста, так, как вам было бы удобно. Держите глаза открытыми. Я буду иногда отводить взгляд, чтобы контролировать время, чтобы не занять ваше время слишком много. Сейчас смотрите прямо перед собой и заметьте, что находится у вас в правой зоне зрения и в левой зоне зрения. Попытайтесь охватить вниманием крайние точки, которые вы можете увидеть справа и слева. а также точки сверху и снизу. Вы смотрите как бы в перископе, попытайтесь увидеть вот эти вот границы того, что вы можете увидеть. Одновременно взгляд направлен перед собой. Вы свое внимание как бы не фокусируете на какую-то одну точку, а наоборот распахиваете и видите все одновременно. И давайте несколько минут посидим так. Спасибо. Спасибо. И здесь смысл не в том, чтобы четко видеть все, что перед вашими глазами, а в том, чтобы изменилось немного ваше восприятие. Конечно, многие формы могут теряться. То есть контуры не быть четкими. Помни желаю вам более того, но если посмотреть объему миру, тогда нужно смотреть каждый минут, чем вы можете смотреть на это. Вообще реагируем их поэтапов и залезем. Когда расскажем вам дожмейстить. Ваше Raphael нужноagus удерживать hill. Так вам нужно жить и зр跟你 covenant. Не heedển thatís frog. Продолжение следует... 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 Что вы можете, не закрывая глаза... Просто насытить свой момент вот таким присутствием... Где от вас ничего не требуется, кроме того, чтобы мягко воспринимать всё, что вы видите... по большому счёту даже не требуется чётко и конкретно это видеть. Просто заметьте, что вы смотрите, что у вас есть зрение. И я желаю вам хорошего дня. До свидания.